Столкнулись с тем, что появилось очень много псевдо-надзорных органов, которые представляются очень похожими названиями, в частности, в Росконтактехнадзору. И, опять же, в связи с такой ситуацией очень многие люди соглашаются на приобретение всевозможных вещей, которые, в принципе, не нужны. То есть, в частности, приобретите у нас уголок потребителя правильный, и тогда мы вас вычеркнем из списка проверок. И, собственно, как с этим бороться, мы вопросы поднимали неоднократно уже на собраниях, и прокуратура тоже так же обращались. Прокуратура, к сожалению, пока не завершила это расследование. Хотя всю информацию мы по адресам, номерам телефонов, именам сотрудников этой организации передавали. Ждем, собственно, решения. Нам известно, что отдельные граждане предприимчивые, особо предприимчивые, обращаются к нашим предпринимателям официально, осуществляющим той или иной вид деятельности, с предложением приобрести уголок потребителя за 2 тысячи рублей. Иначе придем, проверим, и, значит, вам всем будет... На самом деле, по закону понятия уголок потребителя не существует. Есть требование, что продавец, либо исполнитель услуги обязан довести до потребителя необходимую информацию. В частности, это наименование юридического лица или фамилия, имя отчетного индивидуального предпринимателя, данные о регистрации в налоговой службе, график работы того или иного объекта, какие-то иные документы, которые определены законом о защите прав потребителей, либо специальными правилами оказания тех или иных видов услуг, если таковые, есть и утверждены постановления правительства. В случае, если к вам обращаются с подобным предложением, выход один – это сообщать органам внутренних дел о мошенничестве. Если вы хотите убедиться, что это действительно не наши сотрудники, телефоны, опять же, обращаются к сайту, к нашему, на сайте представлены. Есть телефон горячей линии 236-94-11, горячей линии управления. Есть телефон отдела защиты прав потребителей, есть телефоны приемной управления Роспотребнадзора, когда вы можете в любое время позвонить и спросить, действительно ли вас проявляет Роспотребнадзор, а вопрос о защите прав потребителей – это наши полномочия, либо это, опять же, какие-то мошенники. В этом случае сказал уже обращаться в органы МВД. С нашей стороны к нам вы действительно тоже, многие предприниматели обращаются. Мы можем только разъяснить ваши права и порядок, и в свою очередь нами направлены письма и в прокуратуру Республики, и в Министерство внутренних дел по Республике Торстан, с тем, чтобы тоже акцентировать и обратить на это внимание. Если к вам пришли уже непосредственно к вам на объект с проверкой, то, если это контрольно-надзорный орган, на руках у проверяющего должно быть распоряжение за подписью заместителя руководителя, в частности, нашего управления Роспотребнадзора, в распоряжении четко номер, дата, лица, уполномоченные на проведение проверки, сказания фамилии, имя, отчества и должности, и сроки проведения проверки, и вся требованная нормативная база, все такое. И, конечно же, на виду с предъявлением распоряжения, дождастное лицо обязано предъявить свое служебное удостоверение, с фотографией, с должностью, с фамилией, с почтой. У нас уже показания имеются, вступившие в законную силу приговором, там осужены были лица, занимавшиеся подобным видом деятельности, псевдопроверками, значит, их осуды. Я вот, к сожалению, уголовно проводил квалификацию, не помню, то ли вымогательство, то ли мошенничество было. Безусловно, надо обращаться немедленно в полицию, то есть будет проведена проверка, принятое процессуальное решение. Это, за гражданской правовой точки зрения, здесь очевидно, навязаны услуги. Проблема в том, что нам сигналы поступают, мы пытаемся проверять, то есть мы считаем, что это, ну, как бы официально зарегистрированное юридическое лицо какое-то, это, да, не коммерческая организация, которая находится в реестре, а это, как правило, физические лица, то есть их нигде нет, это фантомы, которые вот вам продают, то есть это просто, ну, не надо реагировать, это один из подвидов мошенничества, мошенничественных действий. И, ну, обратите внимание на сумму, да, то есть это 2000 рублей, то есть статья, ну, уголовно наказуемая... В прошлом году, я вас перебью, в прошлом году это была сумма, во-первых, не 2000 рублей, а 7000 рублей, и продавался таким образом сертификат качества, вот, продавала организация, то есть это, по сути, одна и та же организация, представляющаяся разными названиями, это и союз потребителей, и... Защита прав предпринимателей организации, все это некоммерческие организации, которые вот ведут подобную роду деятельность, и два, неоднократно, пару раз буквально, столкнулись с такой ситуацией, что у них практически похожи документы с Роспотребнадзором. Есть документы, есть печати, то есть человек, который находится на ресепшене и в отсутствие руководителя может принять их именно за проверяющие действительно органы, вот, или еще раз повторюсь, пару раз был такой случай, что они собирали информацию, ходили, проверяли, выписывали псевдопротокол, на котором администратор или, ну, там, старший администратор ставили подпись, и после чего эти протоколы отправлялись уже действительно в Роспотребнадзор и принимались меры. Насколько верно были составлены протоколы, как это все составляется, и стоит ли... Но это не протоколы же, то есть, они неуполномочены на составление протоколов. Я веду к тому, что по этим протоколам были действия уже со стороны... Ну, они информировали, то есть, понятно, да? Да, информировали, да. Показания, я совершенно четко могу сказать, что мы практически не привлекаем, поскольку недостаточно у нас доказательной базы, собранной этими общественными организациями, и, ну, самое большое, что мы можем сделать, это сами организовать проверку, если мы видим, что там действительно есть какая-то угроза. Продолжение следует...